Привет! И вот наконец пришла глобальная версия смартфона Redmi Note 5, даже два смарта. Оба на 4,64 гигабайта памяти и именно таким вы получаете глобальную версию данного смартфона. А еще посмотрим будут ли отличия у них в инженерном меню по производителям памяти, камерам или линзам, а также по балансу белого. Мы то знаем рандом от Xiaomi. Я специально не заказывал китайскую версию, поскольку знаю, что большинство ждет именно глобалку. По опыту с Redmi 5 Plus, если придет версия на китайской прошивке, нужно разблокировать загрузчик и ждать 15 дней. Лишь потом можно прошить. А если загрузчик оставить разблокированным, обновления могут не приходить. Да и я, как и большинство пользователей, хотят достать из коробки смартфон и сразу пользоваться. Желательно без переходников на розетку. Плюс есть поддержка Band 20, кому это важно. Потому именно глобалку мы и распакуем. Многие спрашивают, как отличить глобалку. Да просто. В основном продавцы отправляют их запакованными, поскольку прошивать не нужно. Из коробки тут же нужные нам языки и Google сервисы. Второе, как вы можете видеть, надписи на коробке на английском. А также сбоку указано Global Version. Открываем коробку и видим на защитной пленке тоже надписи на английском. Это еще одно отличие от китайской версии. Произведем первое включение смартфонов и рассмотрим комплектацию. Сначала нас встречает силиконовый чехол. Он прозрачно темного цвета, поскольку золотистый или синий идет полностью прозрачный. Это хорошо, без чехла камеру легко будет поцарапать. Она тут здорово выступает, а силикон закрывает ее ободком. Достаем сам телефон и вот такая наклеечка сзади. Тут же у нас макулатурка, шнурок microUSB, хотя пора бы Type-C и блок зарядки под евро-розетки. Переходники не нужны и это радует. Вот еще одно отличие от китайской версии. Снимаем пленочки и производим первую настройку одного из образцов. Вот так он выглядит уже без пленок. Из коробки у нас версия MIUI 9.5 и Android 8.1. И нам уже доступно управление жестами. Все работает конечно шустро. Тут очень удачный процессор Snapdragon 636. Оно и понятно. Версия на 4.64 гигабайта по-моему самое оптимальное сочетание памяти на сегодня. Хотя 3.32 тоже вполне ничего. Но если переплата небольшая, советую именно ее. Зайдем в настройки, потом в инженерное меню и посмотрим какие сенсоры камер там стоят. Как видим камеры и линзы одинаковые. Такие же ставят в китайской версии. Различия могут быть, но небольшие. А вот производители памяти разные. В одного Hynix, в другого Samsung. Производитель дисплеев Tianma одинаковый, но баланс белого разный. В этом особенность Xiaomi. Кстати, как вам такое расположение камер? Я бы не назвал это уродством. Мне даже нравится, но хотелось бы больше самобытности. Давайте бегло сравним его с Redmi 5 Plus. Спереди их тяжело отличить, особенно в одном цвете. Но сзади понятно. Пластиковые рамки кстати чуть уже. Еще понравилось, что не убрали 3.5 Jack и он снизу. Обычно мы кладем в карман Smart головой вниз. Так с подключенными наушниками будет удобнее. А теперь давайте сделаем парочку тестовых фото. Ну и конечно же посмотрим как у глобалки со стабилизацией видео. Проверка стабилизации видео на смартфоне Redmi Note 5. Сейчас я иду. Сейчас я прыгаю. А сейчас проверим автофокус. Заметили, что тут очень-очень быстрый автофокус. Как говорят, глазом не успеваешь мрогнуть. Что-что автофокус удивляет. Стабилизация тоже. Ну что же друзья, первое впечатление позитивное. Это конечно же будет очень популярный смартфон. Особенно глобальная версия. Думаю, если сейчас и покупать, то глобалку. Разве что найдете китайскую, перепрошитую на глобалку, по очень хорошей цене, можно брать ее. А цены будут падать. Где покупал данные смарты, смотрите в описании. А вас ждет впереди полный его обзор. А еще в планах сравнить его фото и видео возможности с Mi Note 3 и Redmi 5+. А еще обязательно сравню его с Mi Note 3 в игровой производительности. Как мы знаем, у Mi Note 3 Snapdragon 660. И это будет очень интересная дуэль. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Пишите в комментариях, что вам интересно узнать о данном смысле.